МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова, под главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытый диалог. Глава Чуваши провел очередной прием по личным вопросам. Добро пожаловать или все же пока вход воспрещен? Переселенцы из аварийного жилья посмотрели будущие квартиры в одном из чебоксарских микрорайонов. Будем здоровы! В столице Чуваши стартует европейская неделя иммунизации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором. Сейчас Вениамин Селифанов объезжает с инспекцией все подконтрольные его ведомства регионы и изучает экологическую обстановку на местах. Какую оценку республики дал ревизор, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. В республике окружающую среду загрязняют меньше, чем в других регионах. Если в среднем в Поволжье по подсчетам специалистов за год каждый житель вдыхает в себя более 100 килограммов вредных веществ, то в Чувашии чуть более 20. Это и действительно большая разница. Михаил Игнатьев отметил, что в республике экологическая обстановка находится под строгим контролем. Нарушители не остаются безнаказанными. Нарушения выявляются, никого никогда не покрывали и не будем покрывать. Привлекается к ответственности, кто-то к административной ответственности, кто-то к уголовной ответственности, когда есть для этого соответствующие фактуры и нарушения. Но есть еще одна многолетняя проблема. В ближайшие годы регионам необходимо обустроить по всем правилам скотомогильники. В Чувашии эта работа проводится поэтапно, несмотря на ее дороговизну. У нас 61 в Чувашии скотомогильник. И я понимаю, что сделать и обследовать сегодня все скотомогильники за один год, за два, за три, за пять, это фактически невозможно. Это ни один бюджет, это даже государство, наверное, сегодня не потянет, не сделает. Это тот вопрос, который требует решения. Мы знаем, что вы знаете эту проблему, что вы ее решаете. Вообще, Вениамин Селефанов отметил, что программа по снижению негативного воздействия на окружающую среду Республика реализует эффективно. Медрик Валев, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел личный прием и ответил на вопросы граждан. О темах, которые волнуют жители Республики, расскажем далее. Прямой и открытый диалог органов власти и населения. Одно из направлений деятельности руководства Республики. Личные встречи главы Чувашии и жителей – одна из форм такого общения, при которых граждане могут оперативно получить ответ на свой вопрос. Тамара Асанова, жительница поселка Ибреси, поинтересовалась, когда власти обратят внимание на состояние трассы «АллатР» Ибреси. Вся действия, что это республиканская дорога, мы отсюда, через Министерство транспорта, соответствующие торги будем проводить. В плане работы, когда же мы обсуждали, он в этом году и есть полностью. Всю трассу, скорее всего, нам не удастся отремонтировать, а Мария Ивановна. Но абсолютную большую часть протяженности этой дороги мы в этом году сделаем. Это во-первых. Во-вторых, те ямы, которые там образовались, я сам провяжу по этому городу, ямочный ремонт однозначно мы проведем в этом мае-месте, когда подобные условия установятся. Электрификация в районах республики и другие социально значимые вопросы также не остались без внимания. Глава Чувашии пообещал как можно быстрее в них разобраться. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Вторую половину дня Михаил Игнатьев провел в Шумерле. Он побывал на нескольких предприятиях, встретился с депутатами городского собрания. Подробнее об этом в нашем завтрашнем выпуске. Добро пожаловать или все же пока вход воспрещен? Сегодня будущих переселенцев из аварийного жилья пригласили посмотреть на квартиры, в которые им предстоит переехать. Люди должны решить, оформлять документы и исправлять новоселье уже сейчас, либо подождать завершение благоустройства территории. Подробности в следующем сюжете. Они жили в деревянных аварийных бараках с удобствами на улице. И когда оказались на пороге новенькой многоэтажки, сжимая в руках заветные ключи от квартир, эмоций не сдерживали. Мы переезжаем с парижской коммуны. Дом 10. Барак. Невозможно было там жить. Последние 8 лет снимали квартиру. Вода, туалет на улице, печки газовые, каменные. Все рушилось. В общем, невозможно там было жить уже. Ну, 20 лет там мы прожили, а потом уже стали скитаться. Деревянный барак, отопление печное. За водой ходили на колодец. Хорошая перспектива. Здесь будем жить. Здесь будет, наверное, красиво. Думаю, что будет им здесь уютно. Ребенок, потому что маленький. Так что нас, по-моему, все устраивает. Дом построен, квартиры распределены. Однако, прежде чем справить новоселье, жителям и городским властям предстоит решить ряд вопросов. Мы вас сюда пригласили для того, чтобы посмотреть качество этих квартир и принять решение, когда мы вам их будем передавать. Много вопросов, много споров, много разногласий. Но, тем не менее, дома стоят, квартиры готовы. Поэтому мы хотели вам предложить пройтись, посмотреть, какие квартиры вы получите, после этого собраться и ответить на все ваши вопросы. Новыми квартирами, в которых есть вода, газ, канализация, отопление, жители аварии, конечно, довольны. Переселенцам даже не придется делать ремонт. Отделка беловая. Мы переселились с улицы Фучика. Фучик 31. Сколько квадратных метров было квартир? 48,7. У нас было квадратных метров, а здесь 63. То есть на 15 метров квартира стало больше? Да, да, намного, намного. Правда, пока около домов, вместо газонов и детских площадок куча земли. Вместо асфальта – бетонные плиты. Застройщики отмечают, те, кого эти обстоятельства не смущают, могут оформлять документы и заселяться. А подобного рода неудобства будут исправлены в течение полутора месяцев. Я усоверяю, потому что выполнялись весенне-зимний период, я усоверяю, здесь к концу мая будет высококачественное асфальт-бетонное покрытие, архитектурные формы, здесь все будет выполнено на достойном уровне. Так или иначе, в этот и соседние дома скоро въедут 59 семей. Переселение идет в несколько этапов. Сейчас переселена 161 семья. Алексей Ладыков отметил. Отстаем, потому что берем не только количеством. Стараемся законными способами сэкономить бюджетные деньги, чтобы вернуть их в то же жилье. Самым простым решением для нас была бы покупка квартир на рынке. На рынке, вы все знаете, квартиры стоили 42 тысячи за квадратный метр. Здесь мы приобретаем по цене 28 400. Не было возможности купить готовые квартиры по 28 400. Благодаря подрядной организации, благодаря компании СУОР, с которой мы договорились, мы заключили контракт по цене 28 400. И не было тех площадей, которые нужны были для расселения. Ведь на рынке квартиры однокомнатные, меньше 40 метров редко встретишь. А нам нужны были квартиры по социальной норме, которую мы приняли на собрании депутатов. 23,5 квадратных метров однокомнатная квартира. Чуть более 40 двухкомнатная квартира. Этих квартир не было. Поэтому нам пришлось проектировать эти квартиры, объявлять торги, строить. И вот сегодня мы видим реализацию проекта. Такие меры помогли сэкономить для городской казны полмиллиарда рублей, отметил глава администрации. Ольга Пырочкина, Андрей Шоколев, Республика. Более 35 миллионов рублей из федерального бюджета на создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов получит Чуваше в 2015 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В последние три года в 66 школах создана универсальная безбарьерная среда для маломобильных групп населения. На эти цели было направлено около 200 миллионов рублей, которые пошли на ремонтные работы. Установку пандусов, расширение дверных проемов парадных входов, раздевалок, столовых, закупку специализированного учебного и реабилитационного оборудования. В этом году к программе присоединятся еще 30 с лишним республиканских школ. 20 апреля в понедельник в республике стартует Европейская неделя иммунизации. По инициативе Всемирной организации здравоохранения она проводится уже в десятый раз. Медики решили еще раз напомнить жителям о важности вакцины-профилактики. Как бы мы ни относились к прививкам, понимание того, что они защищают нас от серьезных инфекционных болезней, есть у большинства населения. Существует национальный календарь профилактических прививок против 12 инфекций. В их числе туберкулез, дифтерия, вирусный гепатит С, полиамилит и другие, дающие опасные осложнения. Многие десятилетия медики четко вели профилактическую работу, проводили массовые вакцинации. Это помогало предотвратить эпидемии. Нынешняя же ситуация вызывает тревогу. Перерыв в прививках, а то и вовсе полное их отсутствие, привело к возврату опасных для жизни инфекций. Очень много появилось оппонентов вакцины профилактики. Но все же хочу заметить, что по данным той же Всемирной организации здравоохранения представляются следующие факты. Вакцина профилактика защищает наше население от развития инфекционных заболеваний и их осложнений не менее чем на 80%. Мы призываем к тому, чтобы наше население позаботилось о своем здоровье. Речь идет как о взрослых, так и о детях. Важно понимать, что вакцинации проводятся бесплатно во всех медицинских учреждениях. В ближайшее время в столице Чуваши откроется центр семейной вакцинации. В нем готовы объяснять и родителям, и детям важность и безопасность иммунизации. Сегодня в Чебоксарах стартовал межрегиональный форум под названием «Современный читатель, телезритель и радиослушатель. Формирование их духовного мира и удовлетворение потребностей качественной информации и литературой». Два дня участники форума будут обсуждать, что надо сделать для того, чтобы современная литература дошла до каждого. Поговорить на эту очень важную тему в Национальной библиотеке собрались руководители издательств и библиотек, наручные работники, литературные критики, журналисты, представители чувашских землячеств из Татарстана, Башкортостана, Мариэл, Оренбургской, Самарской, Тюменской и Ульяновской областей. По мнению участников, в наши дни на первый план выходят вопросы распространения чувашской книги. Например, книжное издательство в последнее время выпустило немало интересной разножанровой литературы, но она не всегда доходит до читателя. В основном, конечно, наши заказчики, которые пользуются нашей литературой, литературой чувашского книжного издательства, это прежде всего, скажем, регионы, где компактно проживают чуваши. Это больше всего заказчики, где более 100 тысяч населения чувашского, в Татарстане, Башкирии, Ульяновской области, Самарской области, но и Пензенская область, Саратовская область. Вот школы заказывают, скажем, для них мы выпускаем учебную литературу. Учебную литературу также библиотеки у нас закупают художественную литературу, детскую литературу очень много. Но есть вопросы по реализации, мы хотим рассмотреть, но и, конечно, вот у нас представители других регионов, они будут участвовать в работе круглого стола. Я думаю, что будут полезные советы, проблемы будут сегодня подняты. Ну вот это все обсудим. Я думаю, что состоится полезный разговор. В рамках форума состоится выставка «Кладезь чувашского народа» и семинар, посвященный вопросам качества выпускаемой литературы. Скоро в Чебоксарах будет сдан в эксплуатацию ледовый дворец. Самое крупное в республике спортивное сооружение планируется достроить к началу лета. Однако у него пока нет названия. Минспорты Чувашии объявляют конкурс на лучшее название ледового дворца. На сайте министерства организован интернет-опрос, в котором предложены 8 вариантов. Арена Чувашия, Арена Побед, Чемпион, Чувашьень и другие. Можно предложить и свой вариант названия. Баннер для голосования расположен на сайте Министерства физической культуры и спорта Чувашской республики в верхнем правом углу. Сто лет со дня рождения Николая Ильбекова отмечают в республике. Писатель, известный как Ильбек Мигулай, внес большой вклад в развитие чувашской литературы. Как и большинство творческих деятелей того времени, Николай Ильбеков получил педагогическое образование. До войны работал учителем сельской школы, заведующим отделом молодежной газеты, старшим редактором радиовещания. Писал рассказы, повести. В годы Великой Отечественной прошел путь от Сталинграда до Балкан. Дослужился до майора. Был фронтовым корреспондентом, редактором дивизионной газеты. В послевоенные годы трудился в книжном издательстве. Был ответственным секретарем Союза писателей. Самое яркое из его произведений – роман «Черный хлеб». Но Ильбек Мигулай был и замечательным рассказчиком, очеркистом, переводчиком. А еще человеком с большим сердцем и широкой душой. Именно об этом вспоминались сегодня те, кто пришел на вечер, посвященный творчеству Николая Ильбекова. Я училась в одной группе с его дочерью. Хотя я кончала в факультет иностранного языка, и когда услышав о том, что сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное его столетию, я решила просто прийти еще раз услышать о таком замечательном человеке. Тем более в преддверии 70-летия Победы, а он как участник Великой Отечественной войны написал интересные рассказы о войне, о его жизни. Медаль ордена за заслуги перед Чувашией вручили Анне Арсеевой, известному в Республике Человеку многие годы возглавлявшей Чебоксарский мясокомбинат. Сегодня мало кто может догадаться, что Анна Кузьминична в Чувашии приезжая. В 1958 году попала по распределению, да так и прижилась. Ни разу за это время не подумала не только об отъезде, даже о смене места работы. Чебоксарский мясокомбинат стал делом всей жизни. Анна Арсеева вложила в него все свои знания и силы. И каково же было видеть, как в постперестроечные годы один из флагманов республиканской переобрабатывающей промышленности едва не пошел ко дну. Сегодня завод возрождается, и Анна Кузьминична болеет за него всей душой. И не только за мясокомбинат, за всю отрасль в целом. Она не понаслышке знает, какой потенциал у местных сельхозтоваропроизводителей и переработчиков. Наша землячка Ирина Калентьева вновь отличилась. Победила в гонке кросс-кантри, которая прошла в Швейцарии. Результат Ирины – 1 час 17 минут и 48 секунд. У ее подруг по сборной России Кристины Кирилловой, Надежды Антоновой – 7 и 11 результаты, соответственно. Впереди вас ждет информация о выгодной программе ипотеки с господдержкой, а также о всероссийской кадровой конференции. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Сбербанк всегда отличался демократичными процентами по ипотеке. Сейчас кредитная ставка стала еще ниже – всего 11,9% годовых. Только за три недели с начала действия программы «Ипотека с государственной поддержкой» Сбербанк в Чувашии выдал более 70 кредитов на общую сумму 76 миллионов рублей. Практически все условия стандартного продукта ипотеки остаются прежними. Что касается сроков, безусловно, есть и на 20, и на 30 лет люди могут получить этот кредит. Главное – это должно быть строящееся жилье, и сумма кредита не может превышать 3 миллиона рублей. Стоит отметить, что ипотека с господдержкой выдается только на готовое или строящееся жилье, приобретаемое у застройщика. Специалисты Сбербанка подсчитали, если сравнить их ипотечное предложение с базовыми ставками на рынке, то клиент сэкономит в среднем 250 тысяч рублей. На новое предложение Сбербанка обратили внимание и региональные застройщики. 2015 год создал новые возможности для кредитования. Если в 2014 году процент кредитников составлял до 40%, то сейчас показатель за первый квартал текущего года изменился в сторону 60-70%, поскольку потребители получают лучшую возможность по кредитованию под низкую процентную ставку. Сотрудничество со Сбербанком не только выгодно, но и удобно. В Центре ипотечного кредитования Сбербанка можно напрямую обратиться не только к компаниям-застройщикам, но и к представителям агентств недвижимости. Они помогут выбрать подходящее жилье. Центр работает по принципу одного окна. Клиент может получить здесь консультацию, подать заявление на кредит и оформить сделку в расположенном тут же офисе «Мои документы» многофункционального центра. Основные кадровые тенденции в условиях кризиса. Современное состояние рынка труда. Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на конференции. В ней приняли участие специалисты по подбору персонала различных предприятий, не только Чуваши, но и соседних областей. Очень многие компании задумываются о том, как сократить издержки. Одна из статей сокращения этих издержек, конечно же, является персонал. Наша задача рассказать, как это можно сделать, не нарушая законодательство, какие процедуры, какие действия нужно предпринять работодателям для того, чтобы сократить издержки. На конференции был организован телемост, по которому лучшие эксперты по трудовому праву и управлению персоналом делились последними новостями на рынке труда и предлагали самые эффективные решения по управлению персоналом. Актуальные вопросы в своей лекции подняла и Валентина Андреева, член комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков. Где-то уже пытаются незаконно, к сожалению, сократить зарплату работникам. Мы сегодня поговорим об этом, как это можно сделать легально. Где-то пытаются подменить трудовой договор гражданско-правовым, чтобы сэкономить на определенных налогах, взносах, социальном обеспечении, что абсолютно недопустимо. Проблема законного оформления трудовых договоров стоит достаточно остро. Каждым вторым нарушением трудового законодательства является нарушение охраны труда. В данной ситуации работодатель несет определенную ответственность, как административную ответственность, так и в некоторых предусмотренных случаях законодательством уголовную ответственность. Такой формат общения специалисты этой области считают продуктивным. За короткий промежуток времени участники конференции обмениваются опытом, получают необходимую информацию и находят ответы на самые актуальные вопросы. Хорошим помощником в поиске пути решения проблем выступает онлайн-сервис «Система кадры». Нам очень нравится то, что в системе кадров за нами закреплен персональный менеджер Владимир Кондратьев, и он всегда к нам оперативно приходит на помощь. Если участники конференции получают практическую отдачу, значит организаторы на правильном пути. И никакой кризис им не страшен. Субтитры подогнал «Симон»